Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А там вскоре завоевал чемпионский титул И первый же свой поединок как защиту провел против очень необычного соперника Продолжение следует... 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 Но не дай бог ты проиграешь однорукому сопернику, ну, можно сказать, что всерьез тебя не будут воспринимать еще очень и очень долго после этого. Да, мир суровый, мир смешанных единоборств особенно суровый. Как бы мы здесь ни притворялись и могли бы показаться какими-то людьми, которые могут проявить терпимость к разным вопросам, но это спорт, это профессиональный спорт, это суровый спорт, это бои. И, конечно же, у Ника Ниола, человека, у которого отсутствует левая рука, и который при этом довольно активно ей работает, и довольно уверенно, и довольно умело. Конечно, конечно, кредит доверия ему имеет определенный вес, определенное окончание. Было попадание в пах, сейчас так подсогнулся Геджи, почувствовав этот удар, но не просит он остановки, продолжает бой. Продолжает обстреливать соперника, причем активно используя удары ногами Джастин Геджа. Но чем силен Ник Ньюэлл? Этот боец прекрасно нам знаком, он сейчас выступает в Белатере. Не так давно, мы сейчас с тобой, Артем, вспоминали, дрался с Бобби Кингом, причем показал, в общем, тоже очень неплохой уровень. Ник Ньюэлл борец, который вот в силу своих физических особенностей очень нестандартный, выполняет удушающие и болевые приемы. Вот как раз в этом аспекте его необходимо опасаться любому сопернику. Да, любит испортить как раз-таки свою левую руку. При исполнении этих приемов, да, коленом сейчас встретил Геджи как надо Ньюэлла, и могут быть проблемы. Здесь можно переходить уже к удушающему приему или же к болевому, но Геджи предпочитает просто встать и дать возможность подняться Ньюэллу. Но это было явно видно, и Геджи показал это был, такой жест доброй воли. Подбирается на среднюю дистанцию, и здесь включает свой главный калибр Джастин Геджи. Да, в основном все по воздуху, но тяжело приходится Ньюэллу. Такой сокер-кик по корпусу, а здесь было на грани фола. Заходил он с коленом, и сейчас так укоризненно смотрит на Геджи рефери. Посмотрите, какое рассечение у Ньюэлла. Это как раз-таки после того удара коленом начинает истекать кровью Ник. При этом уже который раз в этом поединке пытается выбрасывать левое колено, но все удары либо в блок, либо крайне слабые, а то и совсем мимо. В детстве парень смотрел профессиональный рестлинг американский, и вместе со своими друзьями, здесь сейчас про Ника Ньюэлла, конечно, не про Джастина Геджи, который вновь доминирует и показывает полное превосходство в этом поединке. И вдохновился, смотря рестлинг, вдохновился Ник Ньюэлла на то, чтобы стать бойцом ММА. Так вот тоже бывает. Бывает всякое. Поднимайся. Да, кто-то вдохновляется Федором Емельяненко, кто-то профессиональным рестлингом, а кто-то вообще мультиками аниме, как, например, Исраэль Адысания. В общем, каждому свое. Сейчас активно посмотрите, как перемещается Джастин Геджи. Великолепная координация. Кто бы мог подумать, что вообще этот яростный, свирепый ударник – базовый борец. И вот эти борцовские навыки позволяют ему чувствовать себя абсолютно уверенно на настиле. Попыка выйти на скручивание пятки в исполнении Ньюэлла. Но посмотрите, как расслаблен Геджи. Он не чувствует в этой позиции никакой угрозы абсолютно. И напрягается до посинения сейчас Ньюэлл. Геджи, улыбаясь, просто издевается уже буквально над оппонентом. Смотрит на публику, которая награждает его овациями. Смотрит, опять же, на мониторы. Джастин развлекается, это видно. Он достаточно комфортно себя чувствует. И Ник Ньюэлл выживает в первом раунде, получив страшнющее рассечение. Раунд второй. Да, ты должен подниматься первым. Чтобы этот парень не делал, имея в виду Геджи. Но здесь уже все плохо, друзья. Так, Геджи, в общем, используя свое преимущество в скорости и в ударной мощи, не опасаясь совершенно правой руки соперника, заходит на среднюю удобную для себя дистанцию и продолжает разносить в пух и прах защиту, наверное, Ника Ньюэлла, если можно так это назвать. Забрасывает удары он справа и туда хочет. Вот, посмотрите, сейчас жестко по корпусу. И принял на свою голову Геджи удар справа от Ньюэлла. Совершенно не боится он пропускать. Дает подняться вновь Нику Ньюэллу Джастин. Публика одобряет. Ну, понятное дело, что Джастин сейчас работает для всех нас с вами. Он развлекает в первую очередь аудиторию, которая пришла посмотреть, развлекает себя. Но при этом он защищает титул. И да, конечно, у вас могут возникнуть вопросы к матчмейкингу этого турнира и, в частности, этого поединка. У меня они тоже возникают, но Ник Ньюэлл шел на 11 победах. Да, он заслужил тайтл-шот, он заслужил бой за титул, которым обладал тогда Джастин. Но этот Джастин Геджи уже тогда был известен. И все понимали, кто это, и как он дерется, и что он может. И, конечно, так бросать Ника Ньюэлла под такую машину... Ну, такое себе, как по мне, мое скромное. Да, но с другой стороны, придраться к руководству World Series of Fighting, и Крэй Усэфа, да, который сейчас руководит ПФЛ, вряд ли мы имеем возможность, потому что в ПФЛ, вернее, World Series of Fighting, уже Ньюэлл на тот момент выиграл два боя. И забегая вперед, отметим, что после поединка с Геджи он продолжит выступать в этой организации и продолжит делать это весьма успешно. А держит еще несколько побед. Ну, а как здесь будут развиваться события? Давайте посмотрим. Буквально заливает кровью из своей головы Ньюэлл на стил. Ну, а Геджи весьма вероятно думает, как бы побыстрее это закончить уже. В двух или даже уже в трех местах кровоточит голова Ника Ньюэлла. Действительно, крови становится все больше и больше и останавливает. Останавливает рефери Джастин и говорит, что мне нужно проверить твое состояние. Да, это действительно нужно сделать. Посмотрите, сколько крови. Вызывает доктора в клетку. Это невероятно. С глазом. Проблема с глазом. Судя по всему, да, слева, с левой стороны и рассечение над бровью. Отбровная дуга пострадала. При этом еще на виске и на лбу. Ну, в общем, абсолютно кошмар. Ночной кошмар для Ника Ньюэлла. Мейн-ивент этого 11-го турнира. Проверяет сейчас доктора, нет ли сотрясения мозга у Ньюэлла. Но ему все-таки позволят в итоге продолжить этот поединок. Заслуживает уважения, стойкость Ника Ньюэлла. И, как вы можете видеть и слышать, публика поддерживает. Ника, часть Ингеджи выражает ему свой респект. И продолжает наступать. Хайкик, да, очень серьезные проблемы. От ударов справа не имеет возможности защищаться практически никак. Ньюэлл падает на настил, и рефери сразу же останавливает этот поединок. Но здесь, в общем, все понятно из соображений гуманизма. Действовал рефери. Сразу же подбегает к своему поверженному сопернику Джастин Гейджи. Да, первое поражение – это обидно. Но, как мы уже отмечали, Ньюэлл продолжает выступать. Сейчас в Белатуре идет на серии с двух поражений, но поражения оба раздельными решениями. И никогда больше с тех пор, а Ньюэлл провел с того момента уже более, ну, около десятка боев, этот однорукий парень не проигрывал досрочно. Все поединки, в которых он уступил, продлились все отведенное время. Что касается Джастина Гейджи, то, в общем, с этой задачей, с довольно непростой, наверное, задачей именно в плане психологии, да, выйти против вот такого соперника, который, ну, явно тебе уступает уже, ну, по определению, да, и показать все, на что ты способен. Не щадить его во время боя. Наверное, вот именно с этой задачей Джастин Гейджи справлялся по ходу данного противостояния. И как удачно, специально или же нет, Джастин Гейджи попадает в правую сторону лица Ника Ньюэлла, как будто жалея его левую часть, которая пострадала и натерпелась за эти два раунда вдоволь. Джастин Гейджи выигрывает поединок. Да, прилетает, практически в бороду попадает Джастин. И здесь уже тушите свет. В следующем поединке, в следующей своей защите встретится Джастин Гейджи с Мелвином Гиллардом, оно поединок будет не титульным, потому что Гиллард не справится с весогонкой, там больше килограмма он провесит. Но, а что будет дальше, узнаем совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Джастин Гейджи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok